Всем привет, дорогие подписчики! Да и не подписчики, тоже привет! Меня зовут Сергей, и вы на канале Королевский Авторемонт. И в сегодняшнем выпуске речь пойдет про замену переднего ступичного подшипника на Ladi Largus. Процедура, в принципе, не сложная, но кое-что нужно знать. А вот что, я сейчас вам и расскажу. Итак, вывешиваем переднюю часть автомобиля, поданкрачивая ее с обеих сторон. Это делается для того, чтобы не откручивать стабилизатор от рычагов. Таким образом, стабилизатор не будет так напряжен, и будет проще вынуть шаровую из поворотного кулака. Снимаем колесо с проблемной стороны, и первым делом, что нужно сделать, открутить гайку ступицы. Для этого берем отвертку, вставляем в вентиляцию диска, и головочкой на 30 откручиваем ее. После того, как открутили гайку, торексом на 40 откручиваем два болта крепления тормозного диска к ступице. Теперь нужно снять тормозной суппорт. Для этого не обязательно откручивать сначала цилиндр, а затем скобу. Всего лишь нужно открутить два болта под ключ на 18 и снять его целиком. Подвешиваем суппорт куда-нибудь в сторону, можно на проволоке, можно на пластиковых стяжках. Во-первых, для того, чтобы он не мешался. Во-вторых, чтобы не оторвать тормозной шланг. После чего снимаем тормозной диск и откручиваем крепеж провода АБС. Вот теперь появился доступ к двум болтам крепления стойки к поворотному кулаку. Откручиваем эти гайки. Метить ничего не нужно, развальных болтов здесь нет. Не вынимая этих болтов, откручиваем гайку клеммообразного крепления шаровой и гайку рулевого наконечника. Теперь необходимо снять датчик АБС. Для этого пошатываем его и тащим вверх. Вынули. Отводим в сторону. Отсоединяем рулевой наконечник. И вытаскиваем болт шаровой. Ну и остается всего лишь снять поворотный кулак. Для этого вставляем монтажку между подрамником и стабилизатором. Отжимаем рычаг вниз. Шаровая выходит из поворотного кулака. Снимаем два болта крепления стойки. И снимаем ступицу. Итак, поворотный кулак в сборе я демонтировал. Теперь все дальнейшие работы я буду производить при помощи пресса. Для начала нужно выпрессовать ступицу. Для этого нужно подобрать подходящую оправку. Но если ее нет, то подойдет головка на 27. Устанавливаем и выпрессовываем ступицу. Со ступицей я разобрался. Теперь появился доступ к стопорному кольцу. Извлекаем стопорное кольцо. И с обратной стороны выпрессовываем подшипник. Ну что, в принципе все готово к сборке. Подшипник фирмы СНР. Номер вот такой. В комплектности новый подшипник. Новая гайка. Стопорное кольцо. И держатель АБС. Сначала устанавливаем держатель АБС. Но здесь будьте внимательнее. При его установке сразу его центруйте. То есть, чтобы крепежка находилась ровно посередине. Потому что потом сюда вставляется датчик АБС. Дело в том, что когда вы впрессуете подшипник, у вас уже не будет возможности его провернуть. Поэтому сразу обращайте на это внимание. Устанавливаем посередине. Дальше. Подшипник. Система АБС в этом автомобиле работает не от шруса, а работает от подшипника. С одной стороны у подшипника имеется магнитная лента, с которой как раз таки датчик АБС исчитывает число оборотов. Определить не сложно. Одна сторона у него магнитится, вторая нет. Ну, соответственно, и впрессовывать его нужно этой лентой к датчику. Ну, а в качестве оправки можно использовать старый подшипник. Ну и остается прессануть ступицу. Подшипник на месте, стопорка на месте. Держатель датчика АБС тоже установлен правильно. Встанавливаем ступицу. Встанавливаем поворотный кулак. И впрессовываем уже по внутренней части подшипника. И вот теперь смазываем все болты и гайки и собираем все в обратной последовательности. Если понравилось, лайкни и подпишись. Нет? Ну и ладно. Я все равно дальше буду снимать. Пока.